мы потихоньку собираемся уже съезжать с этой квартиры в тернополе ехать в киев 500 километров для того чтобы съезжать с той квартиры то есть нам нужно забрать все вещи спаковать вот сюда в машину и съезжать с киева то есть нам нужно преодолеть 700 километров завтра в 5 утра чтобы успеть в те часы когда нет комендантского часа то есть с 5 утра и до 10 кажется вечера но это конкретно здесь а в киеве мне кажется что там до 8 вечера короче посмотрим 5 утра и наш приключенческий сериал продолжается заправились теперь отправляемся в путь наш далекий путь говорят что можно доехать за 9 часов посмотрим выехали мы стернополя где-то в пол седьмого утра сейчас уже 13 часов то есть едем мы шесть с половиной часов уже сейчас прямо сейчас въехали в киевскую область вся дорога была спокойной медленной я бы сказал даже скучной мы ехали через винницу сторону белой церкви но там была такая ужасная дорога старая просто дорога мы ехали там через села через все подряд и я понял что блин мы сейчас просто приедем и все пропустим я резко сменил маршрут короче мы не были на житомирской трассе мы попали вот сразу после нее потому что как я помню житомирскую трассу обстреливали но я подумал что мы так ничего не увидим поэтому мы заехали и сейчас мы будем езжать в киев через ирпень через борщеволку посмотрим как бы проедем весь киев видим что же там происходит потому что так как мы собираем вещи уезжаем с киева на не знаю насколько я думаю на пару месяцев наверное точно пока немножечко не утихнет мы вообще в киеве наверное не побываем и не сможем посмотреть что же что же здесь вообще потому что видео смотришь и просто не осознаешь ну типа реально ли это перед тем как я включил камеру я увидел как стояла хата просто ну от нее там ничего нет просто задняя стенка все просто ну тишки наружу власти говорят не возвращаться киевлянам в киев но видно как никого ничего не смущает и все стремительно едут ну мы чисто за вещами если что но у меня много знакомых которые просто вернулись в киеве типа такие да типа даже ничего же не происходит я думаю что власти же все там рассчитывают подсчитывают они знали что вообще будет изначально что это все будет просто людям не говорили потому что если бы все бы свалили ну короче была бы паника было бы вот это вот все и возможно бы все таки не получилось бы у нас стоять киев так все отлично все четко пока населенный пункт населен все хорошо но сейчас сказали людям которые уже выехали не возвращаться я думаю что-то дошарит они поэтому если вы думаете возвращаться или нет наноси естественно наноси 염 и и и Я просто, если честно, своими глазами еще не видел таких танков. Ну, в таком виде. Вообще танки как бы не часто видишь. Жесть. Ну, еще нет. Дальше будет точно. Кажется, начинается километровая пробка. Короче, вот мы хотели по прямой ехать, но, по-моему, по прямой нельзя. Все сворачивают направо, потому что спереди просто пизда. Просто стройка какая-то. Знаете, когда... Блядь, что это валяется? Вон что. Так это был мост. Вот дорога шла вот так через мост. Что-то взорвалось. Блядь. Субтитры создавал DimaTorzok По карте показано, выехать на мост и развернуться. Вот это вот сюда херануло. Вот в эту огромную мойку или что это. И там вон окна... Окна повылетали. То есть настолько далеко, смотри, вот окна повылетали. Просто все дома превратились будто бы в нашу дачу. Пизда. 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 Блядь, хата стоит разваленная и на чердаке коляска. Ебанулся просто. Сзади меня остатки от Танго. Заправки там вообще нет. Посмотрите, на него просто будто великан наступил. Просто пиздец. Я никогда в жизни так близко не видел танков. Прям вот так. Просто, блядь. И вон еще второе что-то. Я не знаю, что это такое. Короче, лезть в него я не буду, потому что... Потому что непонятно, что там еще в нем осталось. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. Прошло два месяца с начала войны. Уже многое там поубирали. То, что вы сейчас видите, это уже как бы остатки. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. И это мы находимся в 30 километрах от Киева. Просто пиздец. Продолжение следует... Посмотрите, просто это стоянка. Стоянка и машины, которые просто оставили, пытались прикуривать. Продолжение следует... Картошка, закатки, даже остались целые. Целые закатки остались. Смотрите, вот машина. Кто-то накрыл, планируя вернуться. Вот, посмотрите, что она там делает. Блядь, ты же идешь и не знаешь, куда можно, куда нельзя наступать. Просто посмотрите, что она там делает. Просто, блядь. Просто что осталось от машины? Смотрите. 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 Хотел здесь стать, пописать. Смотрите. Что это за хуйня лежит? Пописываю чуть дальше. Вот здесь. Ну что это за хуйня лежала, я не знаю Похоже на колесо от машинки, но нет Колесо от машинки было бы Короче, ладно, не буду я туда морда заглядывать Похоже на что угодно И может быть так же что угодно Короче, мы заехали в Верпень, посмотрели Сейчас едем дальше в Киев Продолжение следует... Спасибо Пожалуйста У нас фоточка на шаурме Короче, наконец-то мы приехали Очень жаль, что съезжаем, потому что мне Расположение здесь было просто идеальным Рядом эпицентр, сельпо, шиномонтаж через дорогу Все, что мне надо было... Все, что мне надо было нужно Стоматолог в доме есть На окраине города С лучшей его стороны Было очень удобно Вахтерша увидела, что мы с коробками Расстроилась Сначала обрадовалась, что нас увидела А потом расстроилась, что мы с коробками Что за вещами Нас не было два месяца Субтитры создавал DimaTorzok Еще нормально Здесь на самом деле у нас было... Блядь... Молочина Все здесь в порядке Это было алоэ Жесть, он так... А еще нам давно пора было расстаться И все никак Но в этот раз она предложила Собрать вещи в разные ящики В тот момент, как я это все у себя проговорил в уме Поэтому взяли побольше ящиков И будем собирать свои вещи в раздельные коробки У меня две большие У нее три маленькие Либо там как-то погоняемся Чтобы все поместилось Либо... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok